Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим об искореняющих обработках. Зачем обрабатывать сад осенью? Ведь, казалось бы, мы сняли урожай, и можно спокойно почивать на лаврах, варя варенье и так далее. Нет. Дело в том, что осень очень важный период для подготовки сада к будущему сезону. И искореняющая обработка – это завершающий этап подготовки сада к зиме. Для чего она проводится? Ответ в самом названии – искоренение. Для того, чтобы свести к минимуму, убрать тот инфекционный запас болезней, который накопился у нас за сезон роста и развития. Дело в том, что болезни в течение весны, лета, осени размножаются просто массово. Особенно в нашем климате. Дело в том, что только парша способна за одно лето дать не менее 6-7 поколений. Представляете, сколько инфекций накапливается в саду, только на яблонях и грушах. А ведь еще множество других болезней, которые готовы перезимовать и весной приступить с новыми силами к борьбе с нашим урожаем. Поэтому мы готовимся к борьбе уже сейчас, осенью. Проводим искореняющую обработку. Когда ее проводим? После съема урожая. Дело в том, что препараты, которые мы используем, не такие уж безвредные соответственно. Поэтому с опрыскивателем идем в сад после того, как сняли последнее яблочко. Еще один маленький момент. Искореняющие обработки, например, мочевины, призваны не только уничтожить инфекцию, но и помочь дереву избавиться от листвы. Дело в том, что мочевина, как один из препаратов, который используется для искореняющей обработки, еще может и ускорить листопад. Дерево одномоментно сбрасывает листву, которую вы можете собрать и переработать. Чем мы можем обработать? Самое распространенное – это крепкий раствор мочевины, либо селитры. Но мочевина у нас более распространена. Мочевина, она же карбамид. 7-8% раствор мочевины, которым мы опырскиваем свои плодовые и ягодные кустарники, выжигает накопившуюся на листьях инфекцию, которая готова вместе с листиками опасть на землю и перезимовать, уничтожает споры, уничтожает нецели, уничтожает те плодовые тела, в которых зимуют эти споры. Далее. Это, конечно, медный купорос и бордоская жидкость. Это, можно сказать, более тяжелые, серьезные препараты, поскольку медь – это тяжелый металл, которого избыток не очень хорош в саду, природе в целом. И медный купорос, либо бордоскую жидкость мы будем использовать в том случае, если инфекционный фон у вас очень высокий, если ситуация с болезнями неблагоприятная, в саду было очень много парши, а еще очень много раковых болезней. Дело в том, что осенью, во время листопада, на побегах, в том месте, где опадает листочек, образуется маленький рубчик, листовой след. Это маленькая ранка. Именно попав сюда, внедряются споры раковых болезней. И обработка препаратами меди перекрывает им доступ на наше растение. Если же у вас в саду все хорошо, то медный купорос можно оставить на весну и ограничиться обработкой мочевины. И, наконец, железный купорос. Железный купорос, как фунгицид, очень и очень слаб. И применяет его, в первую очередь, для подготовки виноградных лос и других лиан к зиме. Дело в том, что обработка их крепким раствором железного купороса, 4-5%, вызывает одревесневание, задубление коры у лозы. И в результате она очень хорошо уходит в зиму. Меньше повреждается за зиму болезнями и морозами. Поэтому для защиты от болезней в саду лучше всего применять мочевину, селитры, а либо препараты меди. А купорос оставить для обработки виноградных лос, а также для борьбы с лишайниками, которую оптимально проводить именно сейчас, в осенний период после съема урожая. Какие растения нужно и можно обрабатывать мочевиной медным купоросом? В принципе, практически все плодовые деревья, без исключения. А также большинство ягодных кустарников, таких как смородина черная, красная, белая, крыжовник, осторожно применять на тех растениях, у которых листья сохраняются весь сезон. Здесь лучше применить препараты меди, если ситуация не очень хорошая. Это, конечно же, земляника садовая, это голубика. Для них применение мочевины в регламенте не предусмотрено. Не вредна ли избыточная доза азота? На самом деле нет. Дело в том, что попав на лист, который уже готовится опасть, в растение мочевина практически не всасывается. А обрызганный в мочевины лист, упавший на землю, даже если вы не успели его убрать осенью и оставили по зиму, затем очень быстро разлагается и рассыпается. Иногда спрашивают, у вас в саду очень чисто, вы, наверное, очень чисто выгребаете. Нет. Дело в том, что из-за большого количества деревьев не всегда успеваешь удалить всю больную листву. Иногда она остается. И дело в том, что за зиму, за начало весны с подтеплением листва вот этой обработанной мочевиной рассыпается очень быстро, фактически возвращая все питательные вещества, которые в ней были, в почву. Что касается препаратов меди, то здесь самое главное – не превышать концентрацию. 2-3% раствор медного купороса, либо бордоской жидкости и вредного влияния практически не будет. Таким образом, правильно проведенные искореняющие обработки без превышения концентрации помогают нам облегчить свою борьбу с болезнями в будущем сезоне, помогают подготовиться дереву к зиме, сохраняют его здоровье, предотвращают заражение раковыми болезнями, если мы используем медный купорос, либо бордоскую жидкость. И, соответственно, положительно сказываются на общем состоянии нашего сада. Поэтому обязательно проведите искореняющую обработку в сухой, хороший, осенний вечерок. И, конечно, это все положительно скажется на общем состоянии ваших деревьев в будущем году. Задавайте свои вопросы, ставьте лайки. И до новых встреч на нашем канале. С вами была Юлия Кондратенова. Редактор субтитров А.Семкин